МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Качественная вода в кранах для полумиллиона жителей региона в Самарской области построят новые очистные сооружения. Сам себе контролер. В Самаре стартовала пробная версия бескондукторной оплаты в трамвае. Быть рядом в трудные минуты и поддерживать словом и делом, как работники Самарского хосписа помогают тем, кто уходит из жизни. Перезагрузили и запустили по-новому. В Самарской области стартовал один из крупнейших молодежных форумов России Иволга 2.0. На торжественной церемонии открытия побывал Анатолий Головко. На фестивальной площадке Мострюковских озер собрались самые талантливые и креативные молодые люди из 14 регионов Приволжского федерального округа, 62 субъектов России и 10 стран СНГ. Участники будут жить в палатках в одном из самых живописных уголков Самарской области до 30 июля. Для них организовали 10 разнопрофильных смен, мастер-классы и увлекательные лекции. Кроме того, участникам предстоит защитить свои проекты. Лучшие будут претендовать на гранты. В этом году призовой фонд Иволги составил 10 миллионов рублей. Один из участников форума – самарский студент Матвей Раков. Он еще не разработал свой собственный проект, но планирует сделать это в будущем. В будущем мы сможем без проблем написать новые проекты свои. И здесь нас научат это делать. Нам покажут направление, куда нам нужно идти для того, чтобы проект был актуален, чтобы он был необходим в будущем не только нам, но и вообще всей России. Различные тематические площадки крупномасштабного форума осмотрел губернатор Дмитрий Азаров. Он познакомился с талантливой молодежью и выслушал каждого, кто хотел поделиться своими идеями. Это очень хорошая площадка для энергичных, талантливых, для желающих людей чего-то достичь в этой жизни, изменить мир к лучшему. Одной из таких площадок стал инклюзивный городок, который создали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Азаров сделал памятное фото с участниками. Ну что, давайте что-нибудь эмоции им дадим. После этого губернатор познакомился с молодыми людьми из смены труд-крут. Дмитрий Азаров пообщался с будущими строителями и послушал песню «Кострапов гитару». И снова отряды дорогами прыгнами уходят, чтобы слетить за всем. Самая яркая часть церемонии открытия форума прошла на главной сцене фестивальной площадки. Битбокс, танцы и отличное настроение. Один из крупнейших молодежных форумов страны открыли на главной сцене в Мострюковских озер. И Волга моя семья, и Волга моя семья, и Волга моя семья. Строительство в области новых очистных сооружений – это вынужденная необходимая мера, чтобы достичь целей национального проекта «Экология». Где конкретно планируется стройка, расскажет Мария Левина. Качество самарской воды специалисты оценивают как хорошее. И на вкус она довольно-таки неплохая. Но вот жителям муниципалитетов с этим повезло гораздо меньше. Однако и здесь нашли выход. А выходом послужила областная программа с говорящим названием «Чистая вода». Это часть нацпроекта «Экология». Реализуется она в городах и районах с населением до 500 тысяч человек. Поэтому Самара в их число не входит. Впрочем, здесь такой острой необходимости и нет, говорят специалисты. Самара не нуждается. Есть небольшая численность, которая требует улучшения. Но здесь будем решать региональные финансированные. Самарская вода идеалу не соответствует по жесткости. Чтобы от этого несоответствия избавиться, нужны очистные сооружения. Деньги на их строительство регион может получить по национальному проекту «Экология». Все, что задумали, должны реализовать до 2024 года. А проекты масштабные. Например, строительство и реконструкция более 100 километров сетей водоснабжения. Качественной водой обеспечат больше 400 тысяч жителей региона. Проект приняли на заседании областного правительства. Решение вопроса водоснабжения возможно не только на сегодняшний день в рамках национального проекта «Экология», в рамках программы «Чистая вода», но и по другой программе, принятой на государственном уровне, это программа комплексного развития сельских территорий. На получение 21 миллиарда рублей заявку уже отправили. Главам областных министерств в ближайшее время необходимо встретиться с представителями муниципалитетов и определить приоритетные объекты, которые нуждаются в финансировании в первую очередь. Такой список все ведомства должны подготовить до 1 августа. Это необходимо для того, чтобы материальная поддержка была адресной и можно было решить как можно больше проблем. Это и чистая вода, водоводы, это и котельные, блочно-модульные котельные, там, где их нужно менять. Это и объекты здравоохранения, детские сады, школы, культурные объекты. Новые очистные сооружения должны появиться в Большой Черниговке. В Отрадном тоже планируют строительство канализации. На эти нужды муниципалитеты будут брать бюджетный кредит сроком на 3 года под низкий процент. Деньги в долг понадобятся и Клявлинскому району для подготовки к холодам. Правда, там планы не такие масштабные, поэтому средств нужно на порядок меньше. Займ будет сроком на год. На Клявлинские земли планирует прийти крупный инвестор, поэтому сейчас в приоритете района закрыть все долги и не ударить в грязь лицом. Мария Левина, Василий Колдашов, События. В Самаре стартовала пробная версия бескондукторной оплаты в трамваях. Маршрут номер 5 оснащен новыми валидаторами. О плюсах и минусах устройства и мнении пассажиров о новом способе оплаты узнала Валерия Куценко. Совесть пассажира – лучший контролер. Этот старый добрый принцип вспоминают в самарских трамваях. Бескондукторная система работала еще в советское время, с 58 по 90. Проезд можно было оплатить через специальную кассу или прибор – компостер. Он работал по принципу дырокола. Тянулся рычаг и проезд оплачивался. Сегодня это новые валидаторы. Их можно оплатить через банковскую карту или льготный билет. Давайте попробуем. Проезд оплачен? Теперь пассажирам не нужно ждать, когда к ним подойдет кондуктор. Они сами могут оплатить проезд банковской или транспортной картами. Или просто приложить к устройству телефон. Валидатор пока работает в тестовом режиме, только на одном маршруте – трамвае номер 5. Сейчас пора партию будет. Кондуктор Елена в профессии уже 5 лет. Говорит, она не боится, что валидаторы лишат ее работы. Скорее наоборот. Теперь она будет еще и контролер. Ну, проверять билеты, наличие билетов. В конце пути или вы можете в середине? В середине, да. Как и было, он будет ходить в салон кондуктора, проверять. Давайте узнаем, как местные жители относятся к новому способу оплаты. Как в металл прикладываю, да? Да, и держим, держим. И билетик. Как вам новая система? Хорошо. Держим. Удобно. Держим. Удобно. Долж. Можно и карты, да? Я не так часто пользуюсь. Поэтому днем, но терминал удобен. Как вам новая система? Отлично. Очень удобно, да? Удобно, не надо ждать, не надо передавать. Для пассажиров, которые привыкли расплачиваться деньгами, остается наличная оплата и приветливый кондуктор. Другой день оплачиваем через терминал, прикладываем карточку. А, у вас колечко. Новые валидаторы сделаны в Чехии. Для восьми самарских трамваев изготовили 76 приборов. Они установлены на каждом входе и выходе. Лента рассчитана на 300 билетов. Нет никаких турникетов, поэтому оплата будет производиться комфортно. Мы рассчитываем, что именно система валидаторов, она покажет себя наиболее удобной. Повышается также платежная дисциплина, потому что, опять же, каждая дверь оборудована. Каждый пассажир, заходя в салон, тут же имеет возможность оплатить. В салоне у нас присутствует кондуктор. Сейчас мы на это тоже сознательно идем. В том числе он будет и пояснять людям, как работает эта система. Люди работу 100% не потеряют. Мне кажется, что для кондуктора это будут одни только плюсы, потому что в час пик, утренний, вечерний, достаточно много народа. Тяжело пройти через состав, возникают какие-то скандалы. А сейчас любой человек спокойно может оплатить. В следующем году бескондукторную оплату планируют организовать на маршрутах трамваев номер 22 и 24, которые идут по одной из двух главных городских улиц, Новосадовой, и возят большое количество пассажиров. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События. Ремонтируют на совесть. В промышленном районе Самары продолжают приводить в порядок дороги, газоны и тротуары. Как в этом году преобразится Старозагор, расскажет Анатолий Головко. Сейчас на этом месте работает тяжелая техника. Но уже совсем скоро здесь появится просторный тротуар и новые зеленые газоны. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре отремонтируют улицу Старозагору от Советской Армии до Ташкентской. В этом году рабочие обновят участок от Советской Армии до Нововокзальной. В 2020 году участок от Нововокзальной до Ташкентской. Выполняются работы по ремонту покрытия проезжей части, по замене боротового камня, ремонту тротуаров с применением плиточного асфальтобетонного покрытия. Также запланирован ремонт газонов и средства организации дорожного движения. Старозагору ремонтируют по контракту трехлетнего жизненного цикла. Содержанием дороги и прилегающей территории будет заниматься одна подрядная организация. Благодаря такому подходу все обязательства по гарантийному ремонту в течение пяти лет будет исполнять подрядчик. Горожане, которые проживают в промышленном районе Самары, с нетерпением ждут окончания работ. Улучшить надо, благоустроить надо и необходимо, по-моему, это. Здесь мы живем, здесь нам очень хочется, чтобы было красиво. Сейчас ремонт на Старозагоре завершили на 10%. Рабочие закончили фрезеровать проезжую часть и справились с устройством тротуаров на треть. Уже в 2019 году на газонах заменят грунт и высадят многолетние травы. Подрядчик работает с опережением графика и планирует сдать объект до начала осени. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. А теперь коротко о других тем огня. Сегодня ночью в Самарской области произошел крупный пожар. Около полуночи в центральном районе Тольятти загорелось кафе. Сообщение на пульт дежурного поступило в 038. Прибывшие на место спасатели установили, что горят помещения на первом этаже здания. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров, пояснили в экстренном ведомстве. На месте работали 80 огнеборцев и 24 единицы спецтехники. Полностью потушить огонь удалось в 3 часа 46 минут. В пожаре пострадал 59-летний мужчина. Его отправили в ожоговое отделение Тольяттинской городской больницы. Суд признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего исполняющего обязанности министра имущественных отношений Антона Бекина. Фигурант дела получил два года условно с испытательным сроком и запретом занимать государственные должности. По версии следствия, чиновник приказал удалить из материалов проверки информацию о нарушениях в государственном унитарном предприятии стройконтроль. Все недочеты касались использования в личных целях автомобилей, которые находились на балансе организации, бывшему руководством Минстроя и директором государственного казенного учреждения управления капитального строительства Светланой Моравской. Также в материалах дела говорится, что из казны оплачивалась телефонная связь чиновников. Платежи доходили и до 50 тысяч рублей в месяц. Эксперты оценили ущерб бюджету региона почти в 9 миллионов рублей. Сегодня с 8 утра и вплоть до 17 августа в Самаре будет ограничено движение транспорта на одной из улиц в историческом центре. Речь идет об улице Садовой на отрезке от Ярмарочной до Маяковского. В этом районе рабочие будут ремонтировать тепловые сети. Городская администрация просит местных жителей заранее продумывать свой маршрут. Интенсивное движение в городе заставляет самарцев задуматься о безопасности во время поездки в такси. В разы увеличилось количество обращений в Роспотребнадзор по поводу некачественного обслуживания перевозчиков. На что стоит обращать внимание при выборе извозчика, знает Елена Малютина. Первым делом пассажир, когда оказался в салоне автомобиля, имеет право потребовать лицензию. Скажите, пожалуйста, имеются ли у вас такие документы? Конечно же имеются. С таким водителем и в путь не страшно. Есть лицензия и у Дмитрия Зинкова. Он рассказывает, что его работа требует повышенного внимания не только к документам, но и к безопасности клиентов. Каждый его рабочий день начинается с осмотра машины. После он проходит медицинское освидетельствование. За рулем он проводит не более 12 часов. Скажем вам честно, что ни один клиент ни разу не спросил, есть ли у меня лицензия. Ну, так, по сути, документы все в порядке, есть лицензия. То есть получаем мы каждое утро путевой лист, выходим на линию, проходим медицинское обследование. То есть, соответственно, у нас медик смотрит, как мы себя чувствуем. Интенсивное движение в городе заставляет самарцев задуматься о своей безопасности. Многие отдают предпочтение все-таки легальному перевозчику. В случае чего там есть хоть какие-то гарантии. Сесть за руль легального такси может не каждый. Специальную лицензию выдает Минтранс на 5 лет. Ту самую заветную бумажку водитель должен предоставить по первому требованию пассажиров. Требования есть и к салону автомобиля. Справа от шофера должна располагаться памятка с информацией о перевозчике, тарифе и оплате услуг, а также куда можно обратиться с жалобой. Еще в авто должно быть чисто. Снаружи машина должна быть оборудована оранжевым фонарем. На кузове специальные знаки, так называемые шашечки. Жалоб от клиентов такси не так много, но все же есть. В первую очередь претензии нужно направлять в Министерство транспорта Самарской области. В случае невыдачи чека либо иного документа, подтверждающего оплату, необходимо обращаться в Федеральную налоговую службу. Также в случае хамства, грубого отношения, либо недачи-сдачи, это нужно обращаться в правоохранительные органы. А вот в случае навязывания дополнительных платных услуг, таких как детское автокресло, либо двойной тариф в ночное время, либо в часы пик, нужно писать в Роспотребнадзор. Его сотрудники рекомендуют не терять деятельность. Елена Малютина, Григорий Пришоков. События. Они неизлечимы, но они живут. Ежесекундно в Самарском хосписе жизнь и смерть ведут между собой борьбу. Медицинские работники помогают неизлечимо больным 24 часа в сутки. Когда палеотивная помощь появилась в Самаре и о том, что придает силы для непростой работы, в хосписе расскажет Мэриэлча. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Главный девиз медработников Самарского хосписа. Татьяна Парфенова впервые пришла сюда как волонтер сразу после окончания университета. А потом устроилась сюда психологом. Помогает и тем, кто уходит из жизни, и тем, кто остается. Татьяна делится. Жалеть о выборе профессии никогда не приходилось. Сделать все, что зависит от себя для данного человека, и ты со спокойной совестью потом остаешься, понимая, что да, вот все, что я могла, все, что там в моих физических силах, душевных, духовных я сделала для данного человека. Это позволяет справляться с той печалью, грязью, расставанием, к сожалению. Получают помощь в стационаре сейчас три пациента, в том числе Екатерина. Еще полгода назад она не жаловалась на здоровье. Женщине 69 лет. Рассказывает, за всю жизнь в больницах ни разу не была. Медицинской карты и то, и нет. В апреле сломала шейку бедра. Операция дала осложнение. Как следствие, проблемы с позвоночником и онкология. О службе помощи Самарского хосписа Екатерина узнала случайно. Времени на раздумье было мало, ухаживать дома за женщиной некому. Делится за неделю, что она здесь находится. Это место стало ее домом. Сама, говорю, не думала даже оказаться в такой ситуации. Никогда не знаю, что происходит. В жизни, да. Чтобы после операции шейки бедра не отказать на ноги. Большая молодец. Мужественная. Как я говорила, мужественная же. Мужественная. В хосписе есть книга памяти, где пациенты оставляют добрые слова и пожелания персоналу, который был рядом в тяжелые дни жизни. Тут пожелание то, как может. Главное, что оно все от души. Больницы, которые принимали неизлечимо больных, существовали и раньше. Но лишь в 1967 году слово хоспис обрело значение, которое мы вкладываем в него сегодня. Основательница современного хосписного движения Сесилия Сандерс заставила весь мир по-другому взглянуть на смерть, боль и страдания. В Самаре первый хоспис открылся в 1998 году. В некоммерческой благотворительной организации есть два подразделения. Медперсонал оказывает помощь как на дому, так и в стационаре. Выездная служба сегодня помогает 60 пациентам. В среднем осмотр одного занимает около двух часов, в зависимости от состояния больного. Кого-то достаточно навестить два раза в неделю, а кого-то несколько раз в день. Телефон врачей доступен 24 часа в сутки. В стационаре места не так много, всего четыре палаты. Сотрудники хосписа делятся. Необходимо помещение побольше, чтобы оказывать круглосуточную помощь еще большему количеству людей. Для пациентов все услуги в хосписе абсолютно бесплатны. Чтобы получать поддержку, достаточно обратиться со справкой из онкодиспансера и направлением из поликлиники. Мэр Елчан, Василий Колдашов. События. Масштабная реконструкция сквера Фадеева продолжается. Подрядчик выполнил уже более половины работы от намеченного плана. Когда самарцы смогут оценить новый космический стиль парка, знает Елена Малютина. Важности не оценить, потому что для нас этот парк – это место святое, которое мы, начиная с 1983 года, создавали. Вот все эти аллеи елочные, все это был пассаж нашими руками. Этот парк – знаковое место и для Ирины Кожуховой. Она помнит его со дня основания. Здесь когда-то прогуливались с сыном, а теперь приводят сюда троих внуков. Открытие сквера самарцы ждут с нетерпением. Ну и все, конечно, переживают. Сейчас вот во дворах где-то гуляют, и все сразу говорят, ой, скоро сквер будет готов. В общем, придем сюда гулять, и сейчас вот смотришь, очень красиво будет, я думаю. И эти дорожки необычные, да, с травкой, и цветы всегда здесь. Ну, любуемся, тем более, что живем напротив. Сквер Фадеева отремонтируют от А до Я. Здесь подрядчик выполнил уже более половины работ. Уложили тротуарную плитку, установили бордюры, готова беговая дорожка. Уникальная в своем роде. Такого покрытия больше нет нигде в Самаре. Ходить по ней на каблуках и ездить на велосипедах категорически запрещено. Сейчас укладывают рувонный газон львиную долю, около 4000 метров. Уже положили. Параллельно регулируют работу автополива. Практически готово и освещение. Освещение у нас почти уже везде сделано. Если посмотрите, уже стоят шары. 100% установлены все закладные детали, опоры по тротуарам. Сейчас установлены опоры на спортивных площадках. Сегодня закончим мы основные 9-метровые опоры. Ну и будем стараться включать. А вот на следующей неделе привезут детали детской площадки в космическом стиле. Ее обещают смонтировать за 4 дня. В это же время появится и около 20 скамеек. Установят и урны. Также в ближайшем будущем будет готова теннисная, хоккейная и баскетбольная площадки. Сейчас в это сложно поверить, но скоро это будет изюминкой сквера. На клумбах в космическом стиле яркие узоры создадут благодаря цветникам. Петунии, сальвии, цинерарии. Всего высадят более 400 однолетних цветов. По национальному проекту «Жилье и городская среда», а также по программе формирования комфортной городской среды, облагоустроят 20 тысяч квадратных метров сквера. «Это самый большой из четырех проектов, который реализуется в этом году в городе. Будет полностью переделана вся инфраструктура с сохранением тех базовых задач, которые изначально ставились, когда сквер создавался. При этом основной задачей также являлось максимальное сохранение деревьев». Темпы подрядчик взял ударные. До 1 сентября обещает завершить все работы. А жители смогут прийти в сквер уже в День знаний и порадоваться красоте обновленного парка. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События. Опасные игры. Разорванная решетка. Острые металлические прутья. Активисты Народного фронта проинспектировали травмоопасную детскую площадку на Пионерское 100. За проверкой наблюдал Семен Безгинов. «Посмотрите. Вот это. Вот, а дети здесь играют. Это остро. Травмоопасность. В лучшем случае царапина. В худшем. Хотелось бы думать». «В глаз, в живот. Все это острые концы». «Вот такие вот эти острые концы. Она вся уже в конструкции. Она здесь уже закреплена. У нас все отлетело уже, да». «Вот видите, они тоже крепили вот эти». «Нас уверяют, что все сделано замечательно». Сейчас спортивная площадка на Пионерской 100 больше похожа на полигон для экстремальщиков. Хотя здесь играют дети всех окрестных дворов. Уже год Мария Щепкова и Марина Табачник пытаются это исправить. Пишут твиттер, стучатся в разные инстанции. Подрядчик, который строил эту площадку, утверждает, жители сами виноваты, что ограждение разрушено. «В самом начале, прям как только мы ее открыли, эту площадку, мы ее под сдачу поставили в футбольные ворота и играли в футбол. В футбол здесь не рассчитанная эта площадка была. Здесь должны были быть совершенно другие, ну ограждающие конструкции другие. Они приняли техническое решение, подобрали другой материал, который будет стоять вот с этой стороны. Ну, наверное, можно будет тогда и футбол дальше». Подрядчик уверяет, в августе площадку приведут в порядок. Поставят новую решетку и усилят ее сеткой рабицей, чтобы дети все-таки могли играть в футбол. За ситуацией следят активисты Общественного народного фронта. Они приехали проверить, в каком состоянии находится площадка. «Вот эти острые торчащие штыри, это мы говорим уже с вами о нанесении тяжелого вреда здоровья. И мне очень непонятно на самом деле, почему до конца лета мы с вами до сих пор живем вот с таким вот полем. Здесь нет ни одной записочки, ни одного объявления, ни одного ограждающего элемента для того, чтобы просто предотвратить натыкание ребенка вот на эти вот у нас с вами очень-очень тонкие, это тонкие, но при этом очень острые проволочные изделия. «Если в дальнейшем администрация предприняла все попытки, то у подрядчика однозначно не исполнение технического контракта, заключенного по итогам конкурсной процедуры, это раз, а потом, как я сказала, это оставление детей в опасности». После проверки общественники направят обращение в прокуратуру, ну а дети из соседних дворов, скорее всего, уже скоро снова смогут играть на площадке без боязни. Елена Малютина, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин